Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Министр правительства Башкортостана Андрей Назаров вручил медали семьям из Благовещенского, Давликановского, Хайблинского, Чикмагушевского, Кушнаренковского, Туймазинского районов и Уфы. Ежегодно на государственную поддержку семей и детей из бюджета республики направляется порядка 100 миллиардов рублей. У нас достаточно большое количество семей, которые имеют несколько детей. И в этом смысле мы, конечно, можем гордиться, потому что наши традиции, мы вообще многонациональная республика, и у нас и традиции добрососедства, дружбы, и в том числе семейственность и родительская забота, они на очень высоком уровне всегда были и остаются. В Машкортостане проживает более 500 тысяч семей, 50 тысяч из которых многодетные, то есть имеющие трех и более детей. Медали «Родительская доблесть» в республике удостоены 22 семьи. Среди награжденных семья Курманаевых из Давликановского района, которые воспитывают десятерых детей. У меня и со стороны матери, и со стороны отца были тоже многодетные семьи, по девять детей было с обоих сторон. И когда рос, я завидовал, что дяди, тети дружные такие, вместе всегда, как получается, рос и видел все это с детства. И самоцелью не было много детей, но, как говорится, как Бог даст, так и будет. Ну и так, к слову, в Башкортостане создана система социальной поддержки семей с детьми. В дополнение к Федеральному республике оказываются еще свыше 30 мер поддержки. В Башкортостане в четыре раза увеличен объем субсидий для предоставления сертификатов в частные детские сады. Соответствующие изменения внесли в бюджет Башкортостана. Но вот так, сумма господдержки достигла 137 миллионов рублей. Такой же объем средств запланирован и на последующие годы. Отмечу, что данная программа создана для того, чтобы снизить очередь детские сады, а также способствовать созданию новых рабочих мест. Размер сертификата составляет 6000 рублей в месяц на одного ребенка. Частные детские сады, как поставщики данной услуги, со своей стороны, максимально, конечно, заинтересованы в развитии этого проекта и поддержании его. Потому что в данном случае мы говорим о том, что это стабильность наша, о том, что мы можем работать. Мы понимаем, что то количество детей, которые к нам получили сертификат, они к нам придут. Проект по компенсации расходов на оплату услуг частных детских садов стартовал в ноябре 2019 года в Стерлитамаке и сразу оказался востребованным. В этом году сертификатами воспользовались родители 2000 малышей. Но вот к проекту присоединился и в столице республики, где проблема с очередями в Ясли и взрослые группы стоит особенно остро. За последние сутки опасные заболевания коров выявили еще в одном хозяйстве села Первое Туркменово Баймакского района. Об этом сообщили в местной администрации. Но вот таким образом всего узелковый дерматит выявлен в 18 частных подворьях и двух фермерских хозяйствах. Ну и необходимо обследовать еще 214 коров, из которых заражены 50. Специалисты ветеринарной службы уже провели дезинфекцию личных подсобных хозяйств. И сегодня в Баймакском районе введен режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день выставлены два ветеринарных поста, а также дезинфицированы дороги общего пользования. Люди так-то с пониманием отнеслись, объяснили суть ограничений и попросили, чтобы по возможности не выходили из дома. И не хотели, грубо говоря, даже к друг другу гости. Потому что сам вирус, он очень хорошо выдерживает минусовые температуры. Поэтому, соответственно, на одежде они могут друг другу переносить, друг другу заражать свои хозяйства. Как сообщил заместитель главы Баймакского района Азад Шарипов, карантин введен на срок до месяца. Ну и кроме того, будет привит весь скот в 8 деревнях в радиусе 15 километров, а это 630 голов в 120 частных подворьях. В Салавате полицейские изъяли более 700 литров суррогатного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики. По данному факту возбуждено уголовное дело. У подпольщика нашли сотовые телефоны, по которым он получал заявки, поддельные акцизные марки, а также более полумиллиона рублей. Продажей суррогата занимался 67-летний житель Салавата с московской пропиской. Ну и напомню, в ночь на 16 ноября в Татарстане 18 молодых людей, 11 из которых оказались студентами из Башкортостана, были госпитализированы с признаками отравления метанола. Одна из студенток скончалась в казанской больнице. Следствие выяснило, что пострадавшие по ошибке выпили незамерзайку, добавив в нее ароматизатор. Владелец цеха по ее производству задержан. Активы золотого запаса уйдут с молотка. Вырученные средства выплатят в качестве компенсации. Вкладчикам об этом сообщает арбитражная управляющая компания «Форум», которая входила в состав краудфандинговой платформы. К реализации предложены 6 лотов. Самая крупная из них – это 6-процентная доля в основном капитале ООО «Уралта», управляющего одноименной гостиницей в Уфе. Начальная цена – 35 миллионов рублей. Но и кроме «Форума» в число участников проекта входили также компании под названиями «Советник», «Парк Сити», «Дарс», «Тихая гавань», «Новация», «Центр комплексных решений». Конкурсные управляющие организации провели собрания кредиторов, на которых были приняты решения о начальной цене продажи собственности компаний. Вот сейчас задолженность перед вкладчиками золотого запаса составляет в общей сложности около полутора миллиардов рублей. В реестре требований кредиторов к платформе состоят 2700 человек. К этому часу это вся информация.